На приеме у главы города Владимир Ядыкин. Он приехал в Анапу 7 лет назад за здоровьем. Этим летом на набережной, где он регулярно гуляет с родными и внуками, велосипедист на полном ходу сбил его родственницу. Никуда не обращалась она? Не обратились мы. А к кому обратились? К полицию не обращались, да? Нет. Ситуация была непредсказуема. Если бы были внучата со мной, а внучата, они же дети бегают непредсказуемо, то это был однозначный лекарный случай. 100%. Потому что, когда через несколько дней на посмотрели, у них такие гематомы. Владимир Васильевич не хочет мириться с таким положением вещей. И, исследуя проблему, съездил даже в Новороссийск и Геленджик. В Геленджике, в Новороссийске, там, возможно, прекрасно, здесь у нас нет такого. Если ее нет, и этот статус определен знаками набережной, то никаких велосипедистов изначально здесь не должно быть. Я по этому вопросу обратился к депутату Госдумы Демченко Ивану Ивановичу. Ответ был категоричный и ясный. Стационарный пост и контроль. Да, на нашей набережной есть знаки, запрещающие движение велосипедов. Но водителей двухколесного транспорта они не останавливают. Ведь ни стационарного поста, ни дежурства ГИБДД или полиции здесь не наблюдается. А потому только успеваю уворачиваться. На обращение администрации в полицию, по словам начальника отдела по транспорту, пока ответа нет. Город готов предложить велосипедистам альтернативу. На Треневском проспекте в очередь на следующий год планируется реконструкция. По поручению Сергея Павловича сейчас занимаются проектные организации, предоставляют эскизные проекты. Вот мы вчера один из проектов рассматривали. В нашей комиссии было выдвинуто одно из требований, чтобы были учтены пожелания жителей и велосипедные дорожки были обустроены отдельно, раздельно от пешеходных дорожек.